Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня у нас заключительное занятие, текущего семестра университета работчик-корреспондентов. Тема занятия Владимир Ильич Лирин о соотношении экономической и политической борьбы для литериата. Читаю лекцию, кандидат медицинских наук, депутат Лирин из Борисовича. Здравствуйте, товарищи! Сегодняшняя наша лекция посвящена, как уже обозначил Виктор Иванович, позиции Владимира Ильича Ленина по отношению политической и экономической борьбы пролетариата. И здесь мы должны отметить, что эта тема является актуальной, потому что до сих пор ведутся споры, есть разногласия в связи с тем, что всё-таки, так сказать, какая форма борьбы должна преобладать, с какой формы борьбы нужно начинать, на что нужно акцентировать внимание, что более важно, что менее важно. Одни представители так называемого левого движения говорят о том, что надо вести исключительно политическую борьбу, выступать за демократические ценности, за демократические свободы, надо стремиться к тому, чтобы расширить своё политическое влияние, получить трибуну, получить голос и с помощью, так сказать, вот этих инструментов достичь политических целей пролетариата. А какая цель стоит перед пролетариатом? Какая цель политической борьбы? Это завоевание политической власти и установление диктатуры пролетариата. Можно ли, опираясь только на борьбу политическими средствами, на борьбу в условиях буржуазного общества, достичь этой цели? Можно ли сбрасывать со счетов необходимость экономической борьбы, борьбы за насущные интересы рабочих? Конечно, нет. И с самого начала, с самого зарождения социал-демократии, в общем-то, эта позиция была определена совершенно четко. И классики марксизма, Маркс и Энгельс подчеркивали о том, что невозможно обойтись без экономической борьбы. В самом манифесте коммунистической партии говорится о том, что мы не отвергаем вашу борьбу, обращаясь к рабочим, и Маркс и Энгельс говорят, мы не отвергаем вашу борьбу, не говорим, что она не нужна. Мы хотим дать настоящий лозунг этой борьбы, настоящую цель этой борьбы. И Владимир Ильич Ленин неоднократно обращался к работам Маркса, к работам, совместная работа Маркса и Энгельса, когда говорил о необходимости ведения экономической борьбы и необходимости участия в том числе и партии рабочего класса в том, чтобы помочь рабочим вести такую борьбу в том, чтобы организовывать в том числе экономическую борьбу рабочего класса, о том, что нельзя отдавать экономическую борьбу на откуп только профессиональным союзам, которые во многом попадают под влияние буржуазии, не только буржуазной идеологии, но и прямого влияния, посредственного влияния путем подкупа верхушки профсоюзных деятелей. Поэтому полагаться в достижении экономических целей пролетариата только на профсоюзы невозможно. Необходимо активное участие партии рабочего класса в деятельности профсоюзов, в том, чтобы направлять эту борьбу, в том, чтобы выводить борьбу за экономические интересы на политический уровень. В то же время Владимир Ильич предупреждал о том, что невозможно вывести политическую борьбу пролетариата только из экономической борьбы. Сама по себе экономическая борьба, которая и так ведется пролетариатам, но ведется стихийно, ведется во многом неорганизованно, приводит, даже может приводить к определенному улучшению, пускай и временному положению трудящихся, но сама по себе она не может привести к организации класса и к началу политической борьбы. Об этом он, в частности, говорил в своей широко известной работе «Что делать?», где громил экономистов и, собственно говоря, выдвигал тот лозунг, что мы не можем ждать, пока экономическая борьба перерастет в политическую, что политическая и экономическая борьба должны вестись совместно. Они должны идти рука об руку для того, чтобы пролетариат мог достичь своих целей в этой борьбе. Неоднократно вопрос о соотношении экономической и политической борьбы затрагивал Владимир Ильич в своих работах. Эти – это работы, в том числе посвященные работе над программой социал-демократической партии, это работы полемического характера, связанные с борьбой с экономизмом и ликвидаторством, и ряд других работ. С чем это связано? Ну, очевидно, что вот этот вопрос, который постоянно поднимался, и, как мы видим, он до сих пор остается актуальным, он, по сути дела, отражает классовую борьбу. Отражает борьбу, которая идет в том числе и внутри рабочего класса, так как неизбежно влияние буржуазии, неизбежно влияние буржуазной идеологии, и, кроме того, мы должны также понимать, что условия, в которых идет классовая борьба, идет борьба пролетариата, они тоже меняются, они не остаются одинаковыми, да, то есть они не остаются постоянными. С чем это связано? Ну, это связано с тем, что сам по себе капитализм развивается неравномерно, для него характерна цикличность, для него характерна наличие подъемов, бурного роста производства и наличие кризисов, когда наступает спад производства, когда, так сказать, экономика сжимается, и условия для борьбы пролетариата совершенно различные, когда идет подъем экономики, когда идет бурный рост производства, когда открываются новые заводы, фабрики, идет расширение уже существующих предприятий, но вербуются, так сказать, новые рабочие, естественно, прибыли высоки, и капиталисты заинтересованы в том, чтобы сохранить эти прибыли, поэтому, с одной стороны, создаются более благоприятные условия для борьбы за свои непосредственные экономические интересы. С другой стороны, капиталисты более склонны уступить, так как потери от забастовок, от сокращения экономической деятельности, они существенны в тех условиях, когда экономическое производство растет. А вот период кризиса, когда производство сокращается, когда заводы и фабрики закрываются, соответственно, растет безработица, заработную плату капиталисты сокращают, и в этих условиях экономическая борьба оказывается более сложной. С одной стороны, есть риск оказаться на улице, и за воротами стоит армия безработных, резервная армия труда, которая готова заменить выбывших работников. И, с другой стороны, прибыли сокращаются, производство и так падает, и, собственно говоря, у капиталистов есть еще один повод сократить издержки, и переждать этот кризис, переложив свои проблемы, свои сложности на плечи рабочих. Также мы не должны забывать, что условия для экономической борьбы, они разные в разных странах, потому что разное соотношение классов, и разное, я имею в виду по численности, разный уровень развития производства, наличие более или менее значимого класса мелкой буржуазии, например, в России класс мелкой буржуазии составлял большинство, и это не могло не сказываться на развитии как самого капитализма, так и неизбежно не могло не сказываться на составе и качестве рабочего класса, потому что из деревни приходили новые рабочие, которые с одной стороны несли в себе психологию мелких буржуаз, с другой стороны и это сыграло огромную положительную роль, в них был силен дух коллективизма, дух общины, и мы знаем, что именно это сыграло свою роль в создании советов, собственно говоря, в открытии русским рабочим классом этой формы диктатуры пролетариата, которая до сих пор является по сути дела единственной, устойчивой и так называемой имманентной формой диктатуры пролетариата. Что пишет Владимир Ильич Ленин в своей работе «Тактическая программа к объединительному съезду». Здесь я позволю себе процитировать, потому что это краткие тезисы, которые очень хорошо отражают с одной стороны как соотношение экономической и политической борьбы позиционируется в марксизме, и с другой стороны мы можем на основе этих тезисов развивать наше представление об этом соотношении. Что пишет в разделе «Профессиональные союзы»? «Принимаю во внимание, что социал-демократия всегда признавала экономическую борьбу как одну из составных частей классовой борьбы пролетариата». Об этом я уже говорил, и здесь нет никаких сомнений, что без экономической борьбы классовая борьба будет неполной. Маркс писал о том, что всякая борьба, всякая классовая борьба есть борьба политическая. Но этот тезис, он по-разному трактуется марксистами и теми, кто отходит от массизма, теми, кто ревизует этот термин. И в своей полемике с экономистами Ленин писал о том, что экономисты как раз узко трактуют этот тезис, считая, что достаточно вести экономическую борьбу, это будет борьба классовая, и это будет борьба, собственно говоря, политическая. На самом деле это не так, и Ленин об этом пишет, что экономическая борьба представляет собой зачаток классовой борьбы. То есть, это основа, это исходный пункт, но этого недостаточно, потому что борьба только за экономические интересы не в состоянии кардинально улучшить положение рабочего класса, может дать только временное улучшение. Но, тем не менее, без экономической борьбы, и об этом гласит этот тезис, невозможно введение классовой борьбы. Второй тезис, что наиболее целесообразной организацией рабочего класса в цели экономической борьбы являются, как показывает опыт всех капиталистических стран, широкие профессиональные союзы. Почему речь идет именно о широких профессиональных союзах? Здесь тоже есть две крайние полярные точки зрения. С одной стороны, такая наиболее либеральная буржуазная точка зрения о том, что профессиональные союзы, они должны быть вне непартийными, они должны быть неполитизированными, то есть ограничиваться исключительно экономической борьбой, и никак политические партии не должны оказывать никакого влияния, собственно, не вмешиваться в работу профсоюзу. Но опять же мы знаем, Владимир Ильич Ленин писал и доказывал о том, что беспартийность является как раз буржуазным лозунгом, потому что беспартийность это признак политической сытости. Людям, у которых есть политическая власть, они пользуются, они используют политическую власть в своих интересах, не нужны партии, они уже завоевали, так сказать, свое место под солнцем, они правят, то есть правящему классу партия по сути дела не нужна. Ну и на примере современной России мы видим, что то, что мы имеем на нашем политическом спектре, будем говорить так, это по большому счету не являются политическими партиями, это имитация партийной деятельности по большому счету, потому что все решает исполнительная власть, а партии, заседающие в думе, они по сути дела просто, так сказать, легитимизируют, даже не легитимизируют, а визируют, так сказать, то, что им приносит на блюдечке в готовом виде исполнительная власть. И политическая борьба в России, как мы видим, тоже она носит такой характер если сравнивать с шоу-бизнесом армрестлинга, то есть вроде страшной битве сходятся титаны политические, так сказать, рвут друг друга на части, вытаскивают горы компромата, летит во все стороны, так сказать, кровь, пот и так далее, а потом все дружно отправляются в ближайший кабак, так сказать, отпраздновать победу того или иного кандидата. И мы знаем, что когда речь идет о том, чтобы наступить, так сказать, на интересы трудящихся, все партии, в том числе оппозиционные, они оказываются очень дружны между собой и, так сказать, если это не предвыборный период, преспокойно голосуют за то, чтобы утвердить ту же самую пенсионную реформу или отвергнуть, как это сделало в свое время КПРФ, законопроект о сокращении рабочего дня до 6 часов, который был разработан профессором Золотом по инициативе КПРФ. Вот этот яркий, так сказать, пример того, как, так называемая оппозиционная партия, так называемая коммунистическая партия, которая стоит вроде как за интересы трудящихся, оказывается самой, что ни на есть, партия мелкобуржуазной, и поскольку мы знаем, что сокращение рабочего времени является коренным интересом рабочего класса, является не просто экономическим требованием, а является предварительным условием освобождения рабочего класса, то, конечно, партия, которая не выступает за сокращение рабочего времени, не может претендовать на звание авангарда класса, которому она якобы служит. И наоборот, те партии, которые выступают за сокращение рабочего времени, они как раз отстаивают и последовательно отстаивают интересы прежде всего рабочего класса, как наиболее, ограниченного в связи с тем, что большая часть рабочего времени является именно рабочим временем, не свободным временем. И, конечно, всех трудящихся, потому что все трудящиеся страдают от того, что приходится чрезмерно трудиться в условиях значительно возросшей производительности труда. Вот это экономия времени, которая возникает сейчас в связи возросшей производительности труда, она используется практически целиком в интересах буржуазии, к сожалению. И задача партии рабочего класса поставить вот это свободное время на службу рабочему классу, что будет способствовать его освобождению. следующая крайность это тезис о том, что то, что касается профессиональных союзов, что профессиональные союзы должны быть полностью партийными, то есть в профсоюз должны входить или полностью сам профсоюз входит в партию, или только члены партии составляют профсоюз. И Владимир Ильич Ленин писал о том, что с одной стороны это утопия, с другой стороны это очень вредный тезис, потому что профессиональные союзы, они тем и хороши, что они являются наиболее массовыми организациями трудящихся, что они позволяют вовлечь не только наиболее сознательных представителей класса, но и тех, кто еще отстает в своем самосознании, и в том числе путем экономической борьбы, которую ведут профессиональные союзы, в экономическую и политическую борьбу вовлекаются наиболее отсталые представители класса. А мы знаем, что политика начинается там, где начинаются миллионы, поэтому невозможно представить завоевание пролетарного политической власти, если он будет действовать только через своих наиболее сознательных представителей, которых всегда в классе не очень много. Для того, чтобы завоевать политическую власть, конечно, должна подняться масса, масса рабочих, масса трудящихся. именно поэтому важно создавать именно широкие профессиональные союзы. Владимир Ленин пишет далее, что в настоящее время наблюдается широкое стремление рабочих масс в России сплачиваются профессиональные союзы. Но вот это было характерно для начала прошлого века. К сожалению, сейчас мы видим обратную тенденцию такого широкого стремления рабочих масс сплачиваться профессиональные союзы не наблюдается. И это связано во многом с тем, что профессиональные союзы, которые существовали в поздний советский период, по сути дела являлись частью государственной машины. И мы знаем, что после 61-го года эта машина уже работала на реставрацию буржуазии. к сожалению, вот эти власти буржуазии на реставрацию капитализма. Соответственно, профсоюзы, к сожалению, они тоже были заражены вот этим вирусом. И мы знаем, что вот эти массовые профсоюзы, они большей частью перешли, конечно, на сторону буржуазии. И сейчас по факту руководство этих профессиональных союзов осуществляет буржуазную политику на рабочем движении. А по сути дела, оно подавляет рабочее движение, затушевывая представлениями о социальном партнерстве, хотя на самом деле из духа и буквы социального партнерства как раз вытекает борьба между сторон. То есть переговоры, приведение аргументов, в том числе и аргументов силы и достижения какого-то определенного компромисса. У нас сейчас социальное партнерство понимается таким образом, что один партнер все время сверху, а второй делает то, что ему скажет. Это не партнерство на самом деле. Вы прекрасно это понимаете. Четвертое. Экономическая борьба может привести к прочному улучшению положения рабочих масс и укреплению их истинно классовой организации лишь при условии правильного сочетания ее с политической борьбой пролетариата. Здесь мы видим, что неразрывно Владимир Владимирович связывает как раз экономическую борьбу и политическую борьбу. Каким образом нужно связывать экономическую и политическую борьбу? Что может связать экономическую и политическую борьбу пролетариата? Очевидно, что связать ее может только партия рабочего класса. Как высшая форма классовой организации. без партии рабочего класса рабочий класс не может вести политическую борьбу. Если буржуазии сейчас политические партии может быть не особо нужны или нужны не в той мере, как они были нужны допустим в 19 веке, когда действительно шла активная борьба между определенными группами внутри буржуазии, то сейчас конечно и это отмечают политологи, отмечают и в том числе так называемый представитель левого движения о том, что есть такое мнение о том, что сейчас политические партии не нужны вообще. Что политические партии себя изжили и можно обойтись и без них. Но если мы внимательно посмотрим на этот тезис и вспомним то, о чем писал Владимир Ильич по этому поводу, о том, что беспартийность есть буржуазный признак, если есть признак буржуазной идеологии, то как раз вот эти представления о беспартийности они как раз отражение буржуазной идеологии, к сожалению, в том числе и в левом движении. Да, буржуазии партии с одной стороны вроде как партии не особо нужны, но с другой стороны представим, что представляет из себя диктатура буржуазии без буржуазных партий. То есть без вот этой демократической мишуры, которая прикрывает свою диктатуру. То есть по сути дела диктатура буржуазии без буржуазных партий это открытая террористическая диктатура. Поэтому говоря о том, что нам не нужны партии, в том числе буржуазной. По сути дела это говорит о том, что мы соглашаемся на то, что буржуазия должна править прямо и открыто, без демократических институтов. Конечно, это в корне неправильно, но рабочему классу не обойтись без своего авангарда и представить себе, каким образом еще можно организовать рабочий класс для того, чтобы завоевать политическую власть, не имея собственной политической партии, это не только марксистское представление, это вообще выходит за пределы здравого смысла. Конечно, без авангарда говорить о том, что пролетариат завоюет политическую власть, не приходится. Что пишет Владимир Ильич Ленин по этому поводу? Мы признаем предлагаем съезду признать, что все организации партии должны способствовать образованию беспартийных профессиональных союзов и побуждать вступлению в них всех представителей данной профессии, входящих в состав партии. О чем говорит этот тезис? О том, что партия не должна стоять где-то над рабочими движениями, не должна заниматься тем, что только что обличать пороки капиталистического общества или разрабатывать какие-то принципы общие борьбы теоретические. Члены партии должны входить в профессиональные союзы, вновь создавать профессиональные союзы и входить в уже существующие профессиональные союзы. это очень важно, потому что внести сознание, классовое сознание в класс можно только с помощью членов самого класса. Мы знаем, что невозможно такой внешне побудительные причины, они могут и внешние мотивы, внешнее воздействие, оно может только у небольшой части людей пробудить классовое сознание. А здесь Ленин пишет о том, что необходимо работать непосредственно внутри профессиональных союзов. И для этого члены партии, члены социал-демократической партии должны входить в эти рабочие союзы, профессиональные союзы. Что нужно делать дальше? Партия должна всеми мерами стремиться к тому, чтобы воспитывать участвующих в профессиональных союзах рабочих в духе широкого понимания классовой борьбы и социалистических задач пролетариата, чтобы завоевывать своей деятельностью фактически руководящую роль в таких союзах и наконец, чтобы эти союзы могли при известных условиях прямо примыкать к партии, отнюдь однако не исключая своего состава непартийных членов. В этом тезисе Владимир Ильич как раз и раскрывает то, что должна делать партия в профессиональных союзах. Не забывая о том, что профессиональные союзы создаются и ведут прежде всего экономическую борьбу, для того, чтобы эта борьба могла переходить в борьбу политическую, необходимо воспитание, необходимо проведение работы непосредственно внутри профессионального союза. Работая непосредственно в профессиональных союзах, партия реализует свою основную задачу. Это внесение научного социализма в рабочее движение. Таким образом, мы видим, что задачи партии по отношению к рабочему движению, они многообразны, и не исчерпываются только идеологические работы. Здесь работа и организационная, и работа воспитательная, и непосредственная борьба в профессиональных союзах, в том числе для достижения, для решения экономических задач. Мы знаем, какие это задачи. Они это три основные задачи. Это сокращение рабочего времени, это повышение заработной платы, это улучшение условий труда. С одной стороны, это самые ближайшие, самые насущные задачи, которые близки каждому рабочему и каждому трудящему. С одной стороны. С другой стороны, решение этих задач позволяет дать человеку самое ценное, то, что есть в мире. Это свободное время. Это время, с помощью которого человек может развиваться. и ведя экономическую борьбу за эти непосредственные интересы, рано или поздно рабочие сталкиваются и осознают то, что в рамках существующего строя, в рамках капитализма невозможно кардинально улучшить свое положение и невозможно решить вот эти основные задачи. и здесь роль партии рабочего класса как раз состоит в том, чтобы донести до рабочих то, что для того, чтобы кардинально улучшить свое положение необходимо завоевание политической власти. здесь проходит грань или граница или связь граница мы знаем это определенность которая связывает и разделяет два нечто между экономической и политической борьбой. Ведя экономическую борьбу казалось бы на отдельном предприятии рабочий класс сталкивается с классом капиталистов в целом. в виде государства капиталистов в виде солидарных действий со стороны капиталистов которые удерживают заработную плату допустим на низком уровне на всех предприятиях. С другой стороны добиваясь улучшения положения на своем конкретном предприятии на одном предприятии на втором предприятии на тресем удается улучшить положение в целом. То есть побудить правительство к тому чтобы принять новые законы в частности мы знаем что это было фактически каким образом одиннадцати с половиной часовой рабочий день был достигнут он был достигнут путем статочной борьбы более того на отдельных предприятиях уже к этому времени рабочий день был меньше десяти девяти часовой там где рабочие этого добились то есть да правительство так сказать Российской империи оно отстало от жизни в этом плане но тем не менее было законодательно закреплено и восьмичасовой рабочий день каким образом был достигнут он был достигнут прежде всего путем забастовочной борьбы путем фактического введения по факту рабочие ввели явочным порядком восьмичасовой рабочий день а завоевав политическую власть и создав свое государство закрепили это в законе и отменить восьмичасовой рабочий день никакие Медведевы так сказать со своими законодательными гильотинами регуляторными они не в состоянии конечно отменить восьмичасовой рабочий день может только рабочий класс введя день шестичасовой а потом и меньше итак товарищи значит тема это достаточно широкая обсуждать ее можно долго но хотелось бы перейти к некоторым практическим выводам о которых на которых останавливается Владимир Ильич когда пишет об итогах революции 1905 года и здесь очень важный момент он говорит о том что в тот период было два как бы центра активности были рабочие металлисты которые являются наиболее образованной наиболее сознательной наиболее организованной частью рабочего класса и забастовки металлистов которые шли в крупных промышленных центрах Петроград Санкт-Петербург Москва другие промышленные центры достаточно часто выдвигались политические требования забастовки были и экономические и политические а вот у ткачей у ткачей которые большей частью являлись рабочими в первом поколении то есть это люди которые вчера пахали землю сегодня они встали к станку и которые считались менее организованы менее так сказать сознательными и забастовки у них носили в основном экономический характер и требования которые они выдвигали это были требования экономические и только в самом конце 1905 года у ткачей появляются политические требования и Владимир Ленин пишет о том что это говорит как раз свидетельствует о том что экономическая борьба она способствует политизации рабочего класса она способствует развитию классового самосознания и переходу от экономической борьбы к борьбе политической но мы понимаем еще и то что здесь в этой работе не было в той степени отражено может быть на тот момент не было полного понимания то что во первых эта политизация происходила не сама по себе естественно да то есть это не было каким-то спонтанным движением и соответственно не сами ткачи выработали эти политические требования мы знаем что российская социал-демократическая партия активно участвовала в организации забастовок там работал в частности Михаил Васильевич Фрунзе и конечно без участия партии рабочего класса эти забастовки не могли бы принять политический характер это с одной стороны с другой стороны и здесь возникает некоторое противоречие мы видим что советы создали именно вот эти люди которые казалось бы менее обучены да менее менее образованы менее политически подкованы но тем не менее советы создали в первую очередь не рабочие металлисты не наиболее передовой отряд а отряд который вот сам Владимир Ленин считал отстающим почему это могло произойти но здесь как я уже говорил одна из причин это то что принцип общины который был перенесен из деревенской жизни он конечно в советах был реализован с одной стороны с другой стороны более политизированные металлисты конечно они попадали под влияние в том числе буржуазных и мелкобуржуазных политических партий это неизбежно да а здесь так сказать ну вот такое непаханное поле которое бросили семена как раз российские социал-демократы и они проросли и дали вот такой такую форму которая имеет всемирное значение форму советов и мы должны понимать что сегодняшняя инертность определенная сегодняшняя такая вот аполитичность как бы видимая рабочего класса когда он в том числе и не откликается на призывы коммунистов и вроде как так сказать держится в стороне от политической борьбы это своего рода с одной стороны это защитная такая реакция связанная с шоком пережитым после контрреволюции когда и партия коммунистическая партия предала верхушка вернее коммунистической партии предала рабочий класс и по сути дела люди понимают что их использовали для совершения контрреволюции буржуазия использовала рабочий класс в своих интересах но с другой стороны вот это дает надежду на то что ультраправая буржуазная идеология то есть либертарианская и так далее националистическая она тоже не даст свои всходы среди рабочего класса и так сказать предотвратит реакционный переворот не позволит вовлечь рабочий класс в так сказать козни реакционера но надежда на это есть но так сказать надеждой сыт не будешь поэтому коммунисты должны работать над тем чтобы вносить научный социализм в рабочее движение участвовать в рабочем движении создавать прежде всего партию рабочего класса и эта партия должна включать себя наиболее сознательных рабочих которые на своих рабочих местах своих рабочих коллективах должны как раз нести вот этот свет свет коммунизма объединять вокруг себя людей создавать профессиональные союзы изменять так сказать природу существующих профессиональных союзов тех которые уже есть на предприятиях для того чтобы активизировать их борьбу как за экономические интересы ну и безусловно мы понимаем что без сильных профсоюзов невозможно введение забастовочной борьбы а забастовочная борьба и забастовочные комитеты это единственный путь к созданию советов соответственно советы это путь к к восстановлению диктатуры пролетариата к восстановлению советской власти поэтому работа предстоит большая мы должны не пренебрегать экономической борьбой понимать что она важна для людей и Ленин об этом также писал неоднократно что участвуя в экономической борьбе мы даем людям понять что нам близки их интересы что мы действительно не просто хотим на плечах рабочего класса забраться на вершину политической власти и оттуда ими руководить в своих собственных интересах но для того чтобы решать кардинальные вопросы и кардинально улучшить положение рабочего класса и всех трудящихся благодарю за внимание так вопросы товарищ маленцов чем объяснить ваш отказ от участия в выборах ЗАГС собрания СПБ в 2016 году в блоке Ротфронт который принял программу коллективных действий разработанных ФРА вы имеете ввиду участие моё личное или участие рабочей партии и вашей партии вы же представляли в Ротфронте свою организацию вы отказались вам написали письмо что принимает вашу программу коллективных действий в качестве предвыборного живого отказа поскольку было этот вопрос обсуждался на партийном собрании и признано нецелесообразным участием в лекции я ни разу не упомянул об участии в буржуазных выборах в буржуазных выборах я говорил как раз о том что для того чтобы вести политическую борьбу нужно иметь опору в рабочих коллективах и здесь понимание ленинской политической борьбы совершенно другое для того чтобы быть силой политическая партия должна опираться на массу а вовсе не на места так сказать одно два три места в буржуазных органах представительной власти какие примеры лозунгов политической борьбы вы можете привести от РПР какие лозунги политической борьбы выделили борьба борьба за шестичасовый рабочий день это политический лозунг безусловно какую позицию занимала РПР на выборах президента при голосовании по поправкам в конституцию в конституцию Российской Федерации на выборах президента Российская рабочая партия России занимала ту позицию как собственно говоря как и всегда это выборы в органы буржуазной власти это выборы так сказать диктатуры пролетари диктатуры буржуазии соответственно никакого участия здесь партия рабочего класса принимать не может тем более выдвигать своего кандидата для занятия так сказать места на верхушке исполнительной власти буржуазии что касается по поправкам в конституцию но опять же здесь позиция рабочей партии России заключается в том что данные поправки не изменят кардинальное соотношение политических сил они никаким образом не ухудшали положение рабочего класса и соответственно это внутреннее дело российской буржуазии почему поддержать мы не поддерживаем поправки в конституцию мы не поддерживаем инициативу российской буржи ими вы неправильно понимаете если поправки непосредственно не затрагивает интересы рабочего класса мы так сказать по этому вопросу и не занимаем резко отрицательную позицию то что касалось то что касалось то что касалось допустим изменения пенсионного возраста здесь совершенно четко рабочая партия неоднократно высказывалась по данному вопросу поэтому то что затрагивает интересы рабочего класса вы знаете что голос рабочей партии России он всегда звучит какую тактику будет использовать РПР на выборах в Госдуму Российской Федерации выборы в Госдуму Российской Федерации не скажем так не затрагивают рабочую партию России мы не будем в них участвовать уже потому что мы не являемся зарегистрированной партии и так сказать не соответствуем требованиям которые предъявляются законодательством к политической партии но естественно в период выборов период предвыборный так сказать и вот эта вся возня связана с выборами политическая активность масса возрастает мы будем использовать это для агитации и пропаганды в интересах рабочего класса спасибо вопросов больше нет не записавшись на суде но товарищи всегда хорошо излагают Ленина Маркса пересказывают что касается применения на практике то здесь не очень хорошо получается не так хорошо например что касается экономического возраста который может стать политическим то манифесте Маркс писал что экономическое требование если оно поддержано всем классом страны становится классным требованием только тогда оно становится политическим посмотрите какая подмена какие политические возраста товарищи говоришь шестичасовой рабочий день на шестичасовой рабочий день этот лозунг не поддержан всем курсам поэтому он еще пока не политический он станет политическим только когда будет поддержка поэтому это лозунг этой партии больше ничего при этом сам лозунг начали активно товарищи противопоставлять действительно политическим Слово «повышение пенсионного возраста» и понятно, что когда повышают пенсионный возраст, это затрагивает интересы всех и началось бурление. Через митинги профсоюзы пытались сбить волну, забастовки не объявляли, мемблили, подписи собирали. Что сделали товарищи? Против повышения пенсионного возраста это политически. Товарищи выделили свой волну, пенсионный возраст пускай движется сам по себе, а мы вот 6-часовой рабочий день. Мы в пику начинаем бороться с 6-часовой рабочий день. Ни на одной митинги не видел, ни на одной. Спрашивал, ваша позиция по повышению пенсионного возраста какая? Опять 6-часовой рабочий день вроде как и ни при чем. Другой экономический уровень – заработная плата, повышение заработной платы. Профсоюзы, МПРА, которые занимаются постоянно в судах, борются на практике, пришли к выводу, что та статья закона, которая в Трудовом кодексе, она не позволяет обращаться через суд, требовать повышения заработной платы выше уровня инфляции. Не позволяет, хотя такая запись есть. И выделили поправки в закон, в Трудовой кодекс, что работодатель обязан индексировать заработную плату ежегодно, не менее уровня инфляции, не менее. Вот это требование уже становится политическим, потому что оно в закон попадает. Более того, оно попало в Госдуму, и достаточно большое количество депутатов не могли голосовать против. «Единая Россия» клонялась тогда от голосования, поправку это не провели. Что делают товарищи из подоробочей академии? Поддержали это? Нет. Они начали активно критиковать слева. Боружащие критикуют справа, что вы нас разорите, мы не можем платить заработную плату. Товарищи говорят, да вы что? Да сейчас то, что записано в законе, гораздо лучше, чем вы предлагаете. Вы предлагаете индексировать заработную плату. Это значит, вы предлагаете заморозить заработные платы на этом уровне. Потому что цены растут, индексируем, все остается на месте. Вот они так говорят. То есть они опять же подменили термин. Адексировать можно меньше уровня инфляции, можно больше. Мы предлагали больше. Они начали вдалбливать в голову, что мы почему-то выступаем за меньшее. Хотя черным по белому написано. Вот кому это выгодно, такая постановка вопроса и такой срыв? Я уж не говорю о позиции поэкономические действиям. Что с точки зрения политической? Они образовались в политическую форму. Вы только используете форму борьбы, которая позволяет буржуазию. Вы же сами говорили, что буржуазная демократия выгоднее, чем фашистская диктатура. Но это позволяет вам участвовать пока в выборах. Участвуйте. Вы не участвуете сами. Более того, вы критикуете те партии рабочего класса, которые пытаются участвовать в выборах. Убегаете в последний момент. Вначале вроде собирались, в ГОП, в Родфронт ходили товарищи, собирались идти на ЗАГС собрание. Они в какой-то момент решили почему-то отойти, начали условия двигать. Вот поддержите программу наших коллективных действий, тогда пойдем. Хорошо. Поддержали программу коллективных действий, письмо написали. Все равно отказались выдвигаться в списке, хотя мы на тот момент прошли. То же самое касается президента. Вы понимаете, диктатура буржуазии, суды, прокуратура, это не президент. Диктатура буржуазии, тоже нашего диктатора буржуазии. Парламент, это, так сказать, диктатура буржуазии, да, в какой-то степени. Ну что, в парламент теперь не участвуйте. Президент, это выборная должность представительская какая-то, с какими-то конкретными функциями. Понятно, что выдвигая коронавчисту Лещицыну на эти выборы, мы не думали, что всерьез захватим этот пост. Мы использовали для другого. То есть даже непонимание, для чего это делается, непонимание, с какой целью и почему, и что это дает. Опять же, не думаю, что товарищи, которые считают Гигеля, они совсем такие простаки. То есть они так все примитивно и прямолинейно понимают. То есть вот здесь товарищам много вопросов, которые я задавал, но получил, к сожалению, невнятные ответы. Вот так за лекцию спасибо. Поскольку, так сказать, я здесь эмоционально выступил, и вопросы задавал, подставить той линии, которую проводит РКРП, я, конечно, считаю необходимым тоже выступить. Начнем, когда у нас есть расхождение, мы должны немножко отойти назад, чтобы попытаться найти, да, какие-то точки соприкосновения. Ну, определение, что такое политическая борьба, да? Борьба за завоевание, за жрание политической власти. Класса. Значит, условия капитализма, рабочий класс ведет борьбу за завоевание власти. А я задаю вопрос всем. А какой власть? Вот сейчас у нас буржавная власть. Так вот, за эту власть борются, да? Ну, исходя из тех конкретных действий, которые идет РКРП, получается, что вот это дело. Хотя, скажем, в лекции, я еще хорошо сказал, рабочий класс ведет борьбу за свою власть. А это власть в создании Советов, условия капитализма. А Советы возникают только на основании забастовочной борьбы. Забастовочная борьба на основании экономической. И вот она, эта логика, которую мы много лет теперь проводим, пытаясь проводить жизнь. Я имею в виду очень простой пример. Вот недавно состоялось заседание Российского комитета рабочих. Это как бы прообраз будущего Всероссийского съезда Советов. Это та площадка, где собираются не просто рабочие. Организованные рабочие, которые делили либо профсоюзные, либо комитеты, либо инициативные группы. Так вот, было полномочных делегатов 19 человек. Несколько человек не смогли приехать. Ну, было немножко побольше. В том числе был один представитель правения РКРП. Вот такая ситуация у нас на сегодня в России. С этой генеральной линией завоевания рабочим классом политической власти. Средственностью. Я не знаю, может я ошибаюсь, я отслеживаю, так сказать, сайт РКРП. Там тоже шли разговоры, информацию, провести нечто, так сказать, подобное. Какой-то российский съезд. Дело ограничилось. Я цифру, можете меня поправить. Было 7 человек. Вот, товарищи, ситуация какая. Понимаете, одно дело 19. Другое дело, скажем, было бы 190 у нас полномочных представителей, скажем, работы, в том числе крупнейших. Там у нас 3. Не 3 было, а 33. Вот это силы. Тогда, конечно, нужно обязательно, вот в ходе этой работы основной генеральной линии, кто-то скажет, товарищ, а вот буржуазия там проводит свои выборы. Через полгода давайте поучаствовать обязательно. Участвуй. А получается, все с ног на голову переворачивали. И предлагают сейчас такую линию, чтобы участвовать в выигрыщах буржуазии. А игрыщи, кстати, очень простые. Укрепить свою политическую власть. А основную генеральную линию выкинуть в сторону. Вот в чем дело. Подмена, то есть, переместное положение и понятие. Спасибо. Выступило еще одно. Выступление? Да, две минуты. Выступление? Пожалуйста, две минуты. Да, пожалуйста. Именно подмена и произошла политическая борьба. Очень правильно сказано, что задача пролетариата – завоевание политической власти. Но политическая власть совершенно не состоит в том, чтобы создавать чиновничьи, бюрократические органы, советы, когда нет политической стачки и реального завоевания власти и блокировки власти существующей, буржуазной. То есть, насоздавать этих бюрократических советов, их насоздавало и движение Исполком, движение граждан СССР, и партия РКРП, КПСС, которая тоже упоминает советы в газете «Трудовой России», на первой странице всегда упоминается Исполком. И рабочая партия создают советы, как некие бюрократические, тихо существующие органы. Без победы над реальной властью, вне политических стачек, создание советов не представляет собой ничего, кроме пустышки, пустой оболочки. И Ленин говорил о том, что, покажи мне свое участие в экономических стачках, партия является буржуазной партией, если она не участвует в политическом статочном движении, в статочном политическом движении. Она является буржуазной партией, с этой точки зрения буржуазной партией, и рабочая российская партия, и РКРП, КПСС, пока она не ведет политическую стачечную борьбу и реально не блокирует власть. И, кстати, Иваново-Изнесенские ткачи и Иваново-Изнесенский совет был в условиях стачечной борьбы, политической, успешной. Они ведь блокировали буржуазную власть в то время Вывазного-Изнесенский, они были реальной властью. Вот почему их советы имели значение. Они были не бюрократической пустышкой, а были реально взявшей власть на 72 дня, реально взявшей власть структуры. Таким образом, политическая борьба – это только та борьба, и Ленин так говорит, которая ведется на основании политической стачечной борьбы. А называется эта статья, где там говорит Ленин, «Итоли выборов». Абсолютно правильно. Здесь можно согласиться с рабочей партией, что участие в выборах не является политической борьбой регистральной для рабочей, пролетарской, коммунистической партии. Спасибо. Последний выступающий комарор. Пожалуйста. Где-то третьего дня по одной из программ телевидения, по звезде, кажется, а может по пятому, я не ручаюсь, появилась информация. Рабочий крановщик, ему задолжали зарплату, оказалось позже, что 170 тысяч. Этот рабочий крановщик отказался слезать с крана и провел двое суток на кране, не пустив на этот кран своего сменщика. Он поднял, получается, этими своими действиями, он поднял скандал, который, наверное, не с помощью профсоюзов, не с помощью партии, а в результате каких-то механизмов во власти этого конкретного города получил резонанс. Результат сидения крановщика, двое суток в кабине, его пытались оттуда снять разными способами, но вот так получилось, что он удержался, двое суток удержался на кране. В результате власть этого конкретного места, к сожалению, я не помню, мне кажется, что это был Ростов-на-Дону, это был строительный рабочий, вынуждена была затеять разбирательство по поводу невыплаты зарплаты этому одному конкретному рабочему. Ну, в комментариях в этой программе прозвучало, что выплата состоялась, а проблемы появились у той компании, которая не выплатила рабочему деньги. В случае единичный. Это экономическая борьба. Понятно, что он сидел двое суток на кране для того, чтобы получить эти деньги. А вот резонанса от профсоюзов или от партии, или еще от кому-нибудь, так никто и не услышал в этой истории. Поэтому, мне кажется, что тезис это все правильный, а вот на практике получается, что уровень движения совсем не тот. Нужно работать. Да, какими способами? Я второй раз уже это повторяю. На предыдущем, по-моему, нашем занятии я выступала с тем же. Получается, что работать надо всеми способами. И спорить о том, политическая это борьба или экономическая, когда у нас нет вообще борьбы, по большому счету. Настоящей борьбы нету. И я считаю, что ее пока не может быть. Просто сам рабочий класс до этого, извините, не дозрел. А что касается насчет поправок в Конституцию, они еще какой вред принесли рабочим? Еще какой? Потому что там все эти поправки направлены против трудящихся и против того, чтобы трудящиеся себя осознали как силу. Даже не класс, а только силу. И можете говорить, что я наивная дурочка. Пожалуйста. Мне это, ну как бы, извините за такое грубое выражение, здесь рабочая аудитория, по барабану. Я вижу то, что я вижу. И как говорят англичане, я знаю то, что я знаю. Вот. А насчет того, что какими способами добиваться подъема рабочего движения, ну наверное надо работать всеми способами. И не спорить о том, что хорошо, что плохо для нашей борьбы. Для нашей борьбы сейчас все способы годятся. Просто все. И рабочий класс не дозрел, ну основная масса, а ведь для того, чтобы поднять рабочих на борьбу, на забастовку, нужно, чтобы основная масса вот на этом конкретном например заводе осознала необходимость этой забастовки. А свобода, она осознанно и необходима. Значит, навязывая рабочему сию секунду сейчас просто, вот, чтобы была забастовка, чтобы мы все пошли под красным флагом на рабочую стачку, наберется человек пять. поэтому простите, я перебрала, но знаете, по большому счету дай я прошу прощения, меня задело то, что мы делим шкуру неубитого медведя. Спасибо. Наступающий закончить, заключить на слово. Уважаемые товарищи, благодарю за то, что присутствую на лекции, внимательно слушали, это говорит о том, что тема действительно важная, тема актуальная, об этом же и говорят заданные вопросы и выступления, которые прозвучали. В комментариях к выступлениям и к вопросам я бы хотел отметить следующее. Безусловно, выступать за шестичасовой рабочий день рабочая партия России стала задолго до того, как была анонсирована пенсионная реформа. Я уже не говорю о том, что это записано в программе нашей партии, но и если вы так сказать проследите хронологию заседания Российского комитета рабочих, что чуть до того не скажу точно за какой период времени, но вопрос о шестичасовом рабочем не был выдвинут на передний план задолго до того, как буржуазия анонсировала пенсионную реформу. Что касается самой пенсионной реформы, то и по сути пенсионной реформы и о ее разрушительном действии на здоровье и жизнь трудящихся также рабочая партия России высказывалась. Пожалуйста, в сети можете посмотреть выступление профессора Золотова, где он приводит продолжительность трудовой жизни у россиян до и после трудовой реформы. И то есть этим вопросом рабочая партия России не озаботилась вдруг. И это вовсе не какой-то лозунг, который был выдвинут в пику борьбы против пенсионной реформы. Почему пенсионная реформа не встретила такого выраженного сопротивления со стороны профсоюзов? На мой взгляд объясняется это тем, что она на сегодняшний день не затронула списочные предприятия, так называемый список 1, список 2. То есть те люди, которые выходили досрочно на пенсию по вредности, кроме медиков, пожалуй, да и учителей, но это не рабочий класс, понятное дело. То есть рабочий класс в большей степени это не коснулось. Особенно тех, кто трудится на вредном и опасном предприятии. Поэтому в основном это был протест и выступление со стороны служащих, будем говорить так. То, что касается индексации. Ну да, может быть какое-то время назад еще можно было обсуждать вопрос о том, что то, что написано в Конституции, в Трудовом Кодексе, вернее, в Трудовом Кодексе Российской Федерации не является обязательным к исполнению. В настоящее время мы имеем решение Верховного Суда, который прямо постановил о том, что форма индексации заработной платы должна быть прямо указана либо в коллективном договоре, либо в соответствующих локальных нормативных актах. И работодатель не может уклониться от индексации заработной платы, мотивирует мотивирует это тем, что проявилось повышение других компонентов заработной платы, то есть премии и так далее. Если индексация проводится в виде повышения премии, это также должно быть прямо зафиксировано в локальных нормативных актах. Соответственно, никакого уточнения по данному вопросу не требуется. другое дело, что граждане, во-первых, об этом не знают, во-вторых, этим не пользуются. Пользуются эти люди, которые получают и так большую зарплату и имеют возможность судиться с работодателем. Для того, чтобы отстоять повышение индексации, хотя, по сути дела, это требование закреплено, почему люди его не получают? Потому что не идет работа с коллективным договором, за принятие прогрессивного коллективного договора или поправок к коллективному договору. Если вы хотите получить индексацию, которая положена вам по закону, вы должны выдвинуть соответствующее требование работодателю о внесении в коллективный договор пункта о том, в какой форме, в каком, так сказать, в каком виде осуществляется индексация заработной платы. Все, больше ничего делать не нужно. Если вы на это не способны, значит, вы можете уже после увольнения, выхода на пенсию и так далее, подать в суд и пытаться у работодателя отсудить эту индексацию, которую вы не получили. Это слабый вариант, так сказать, он не способствует организации пролетариатов класс. Поэтому мы рекомендуем действовать вот таким образом. Но рабочая партия России всегда говорила о том, что требования индексации это недостаточно. Вы с таким жалким требованием пойдете к работодателю, который его тут же удовлетворит. И весь ваш пар уйдет в свисток. Соответственно, надо выходить с требования не просто индексации заработной платы, а индексация плюс процент повышения заработной платы. С тем, чтобы постепенно приблизиться к стоимости рабочей силы. О чем всегда говорила рабочая партия России. Следующее. Что касается признания. Программа коллективных действий это не программа политической партии, это программа действий. Ее не надо признавать, ее надо выполнять. Выполнять ее могут организованные коллективы и сильные профсоюзы. Вот для чего нужна программа коллективных действий. То, что касается, я не буду комментировать о том, что президент не является представителем диктатуры буржуазии, это даже логически не согласуется с борьбой против поправок конституции. Если мы укрепляем власть президента, чью мы власть укрепляем не буржуазии, непонятно, как можно выдвигать всерьез такой тезис. Что касается советов. Советы советам Родин. Есть совет домового коллектива, а есть совет собственников жилья, а есть совет по сути, что является советом. Совет это собрание представителей бастующих трудовых коллективов. Вот что такое совет. Таких советов у нас пока нет. Есть прообраз совета, есть борющиеся коллективы, которые выдвигают своих представителей и собираются на Российском комитете рабочих, чтобы обсудить ход борьбы, ошибки, неудачи, успехи, выработать тактику борьбы. Вот чем занимаются и чем должны заниматься советы в том числе и на местах и в городах. Да, сейчас преобладают слабые формы борьбы. Индивидуальный протест это слабая форма борьбы. Потому что если бы не короновщик один засел на кране, а коллектив забастовал, даже не забастовал, а просто ему одному не выплачивали, наверняка не выплачивали многим людям. Мы знаем, что вахтовикам часто не доплачивают. Но люди вместо того, чтобы организоваться, предпочитают интерес оплаточкам и пойти искать, где в другом месте заплатят. А там приходят и там то же самое. Поэтому пока люди не осознают, что кроме них никто им зарплату не повысит, никто им ничего на блюдечке не принесет, в том числе и политическую власть. Это все и будет продолжаться. Для того, чтобы формы борьбы стали не слабыми, а сильными, партия рабочего класса должна в ней участвовать. Члены рабочей партии России непосредственно работают, они являются председателями или сопредседателями профсоюзов на своих предприятиях, они организуют рабочие секции профсоюзов, они ведут борьбу на своих предприятиях. Это те люди, которые потом составят ядро советского правительства. Ну и наконец, партия должна вести помимо экономической и политической теоретическую и идеологическую борьбу. Чем рабочая партия России активно занимается и планирует заниматься в предстоящих выборах. Благодарю еще раз всем за внимание, всем успехов в совместной борьбе. Спасибо. Ну что, дорогие товарищи, ходим на каникулы. Пожелаем здоровья, излечиться, одохнуть и, конечно, посетать как всегда Верина Владимировича в полной собранном сочинении. Да лучше Сталина и на диван с ним. И Сталин тоже. Встречаемся в октябре. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok